Диагноз за считанные минуты. В лаборатории перинатального центра внедряют в работу новое оборудование. Переоснащение ведется здесь уже в течение 8 лет. Сегодня диагностическая лаборатория напоминает целый исследовательский институт. Специалисты перинатального центра уверены, по-другому просто нельзя. Ведь на их практике самые сложные случаи в гинекологии и педиатрии. Изо всех районов республики сюда съезжаются будущие мамы. Медицинский стаж у Людмилы Кукушкиной более 40 лет. Из них 34 она посвятила Ишкаролинскому роддому. Карьеру начинала с процедурной медсестры. Когда доросла до старшей медсестры, уже училась на биохимии. Последние 18 лет Людмила Васильевна врач-лаборант перинатального центра. Признается, еще пару месяцев назад для того, чтобы провести исследования анализов у пациентов, в микроскоп приходилось смотреть по несколько часов в день. Однако с поступлением в лабораторию нового оборудования работа медперсонала значительно упростилась. Сразу я могу запустить до 50 пробирок, 5 штативов могу поставить. И пока они у меня аппарат пропускают, в это время я делаю свою другую работу. И потом уже когда аппарат все выдаст, все сделает, я тогда уже смотрю результаты, сортирую. Мочевая станция, приобретенная в январе 2014 года, кстати в ПФО, такие есть только в Казани и Ульяновске, позволяет не только более точно и быстро диагностировать состояние почек и мочевыводительной системы у новорожденных малышей и их мам. Главное, она решила проблему со сбором материалов. Для получения результата в аппарате его достаточно буквально несколько капель. В противовес внушительным дозам, необходимым для исследования вручную. Это особенно актуально для недоношенных малышей, чей вес не превышает одного килограмма. Да и компьютер, который управляет мочевой станцией, просто исключает погрешности из-за человеческого фактора. Все автоматизировано по последнему слову техники. Правда и цена вопроса не маленькая – 3,5 миллиона рублей. Однако переоснащение диагностической лаборатории – это не роскошь, а необходимость. Не устают повторять специалисты. Такое оборудование нам очень необходимо в связи с тем, что здоровье современных мам и детей, которые рождаются, оно не всегда то, которое бы всем нам хотелось. Поэтому очень важно выявить на ранних этапах патологию, которая есть либо у мамы, либо у ребенка, диагностировать эту патологию, помочь скорректировать лечение, контролировать лечение. И вот это все оборудование как раз предназначено для проведения вот этих всех процессов. Еще один аппарат, без которого уже не представляет свою работу медперсонал лаборатории – гематологический анализатор крови. Самый современный из трех существующих на сегодняшний день в республике аппаратов такого плана здесь приобрели и запустили в работу чуть более года назад. Он позволяет за раз дать точный, так сказать, детальный результат исследования общего анализа крови в полном объеме, включая автоматический подсчет лейкоцитарной формулы. Это особенно удобно для 500-граммовых пациентов, у которых всей крови не больше полстакана. Кроме этого, расширить возможности врачей в диагностике и контроле над лечением беременных женщин и новорожденных малышей помог иммунохимический анализатор стоимостью 3 миллиона рублей. С декабря прошлого года именно благодаря этому аппарату пациентам больше не надо неделями ждать результатов диагностики анемии и инфекционных заболеваний. Иммуноферментный метод, которым до этого обходились в диагностической лаборатории, был слишком затратным и требовал накапливания материалов от многих пациентов. Сейчас же получить полную картину здоровья можно хоть днем, хоть ночью, как при измерении потока проб, загрузочная емкость до 144 пробирок, так и при измерении экстренных образцов в индивидуальном порядке. Используется этот аппарат для определения у беременных женщин краснухи, токсоплазмоза, герпеса. Используется для определения иммуноглобулинов МЭДЖИ. Также используется для определения септических состояний. Аппарат работает самостоятельно. Наша задача его правильно заправить, правильно работать с компьютером, а все остальное – работа нашего нового аппарата. Сейчас уже сложно поверить, что буквально до 2006 года клиника-диагностическая лаборатория находилась в очень сложной ситуации. Здесь практически не было оборудования, а исследования выполнялись старыми дедовскими методами. Покупка крайне необходимых и в то же время дорогостоящих приборов могла до сих пор оставаться непосильной экономической ножей для перинатального центра. Переоснащение, хоть и постепенное, стало возможно благодаря национальному проекту здоровья. Что позволило расширить спектр обследований пациентов различных лечебных учреждений и в соответствии привести с международными стандартами проводимые исследования. Между тем, планы на будущее у медиков еще большие. Например, наряду с инновационным центром Сколково поддержать новое направление в исследовании свертывания крови – тромбодинамику. В 2013 году ученые из Наукограда приезжали в Ишкаралу и высоко оценили работу диагностической лаборатории. Но, пожалуй, главной похвалой перинатальному центру является статистика. В Мариэл впервые за много лет рождаемость превысила смертность. Последние два года количество детей в республике ежегодно прирастает на 2000 человек и сейчас составляет более 19% от всего населения региона. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин